За все время существования моего канала единственным жанром на нем был монолог. Но есть вещи, о которых лучше слышать от очевидцев событий. Поэтому говорить сегодня буду не я. Мы попробуем другой формат, интервью. Будет целый цикл роликов, в которых нашими собеседниками станут жители Украины и зрители моего канала, которым пришлось бежать из родного дома. Те, кого путинская пропаганда называла нашими людьми. А путинская армия пошла освобождать. А потом начала бомбить их города, отчитываясь при этом об успехах спецоперации. Кому-то из наших гостей пришлось забыть о личном водителе и стать санитаром. Кто-то не выходит из телеграм-чатов и каждое утро узнает, что в его район снова прилетали ракеты. Кто-то меняет уже третью страну и четвертую школу, пытаясь обеспечить детям оконченное образование. Кто-то ходит с гугл-переводчиком в магазин и грустит, что некому рассказать любимый анекдот. Запрещали ли им говорить по-русски? Верили ли они, что начнется война? На что живут в эмиграции? Что они теперь думают о России? И что сказали бы россиянам? Давайте послушаем их. Героиня этого ролика Жанна и ее дочь Марина. Войну Жанна встретила в Сумах, а Марина в Москве, где жила с мужем-россиянином. Встретились мы с ними в израильском Ашкелоне. Первый час я ходила по квартире. У меня трехкомнатная квартира. Я ходила и совсем прощалась. Не то, что мне становилось не жалко ничего. Две-три вещи из дома мне хотелось взять и все. Все остальное было неважно. Я удивлялась всегда, когда я приезжала к дочери в Москву. О политике мы не будем говорить. Ну а когда я приезжала, я всегда включала. Я говорю, новости мне включай. Я буду, чтобы я... Так я в шутку говорила. Говорю, вдруг там уже война началась, и я ничего не знаю. Ну вот нашутила. Моя дочь вышла замуж в Москве. Познакомились они в Сумах. Она вышла замуж в Москве. И очень интересную дату. 22 марта 2014 года. Я ехала из Сум 13 марта со страхом, что перекроют границы. Вы же помните, да, что тогда было с Крымом и все такое. И думаю, если я выеду из Украины в Россию, если меня впустят вот 13-го, я попаду на свадьбу. А если я буду ехать позже, меня могут не пустить в Россию, потому что могут объявить военное положение в Украине. Но, к сожалению, не объявили. Это, я считаю, была большая ошибка. Потому что, ну, с одной стороны ошибка, а с другой стороны еще были не готовы... Извиняюсь, что я это говорю, это слово, я не люблю это слово... Убивать. Еще был такой табу, запрет чисто подсознательный. Мне сложно... Сейчас уже не сложно. Путин все это дело упростил. Кто прав, кто виноват. Ну, конечно, начиная с Крыма, он не прав. А в Москве часто бывали вот до... Ну, я вам сейчас скажу. Я родилась на Сахалине, я знаю очень много России. Я жила во многих городах России, в Барнауле я жила 4 года, училась там в школе. Вот, ну, то есть я это знаю. А в Сумах вы когда начали жить? Значит, мне было 14 лет, я приехала в Сумах. У меня когда-то была такая шальная мечта. Думаю, выйду на пенсию, куплю велосипед трехколесный, я на двухколесном плохо езжу. И поеду на Сахалин. Ну, в общем, перерубили мне эту мечту. Что меня удивляло, вот у меня был знакомый, такой здравомыслящий человек. Мне с ним, ну, всегда было интересно поговорить. Россиянин. Россиянин, да, он с Пскова. Я говорю, да если бы в 14-м году объявили военное положение, у нас бы через каждый километр мужики с виллами стояли. Он так посмотрел снисходительно. И вот это вот, не то что меня удивляет, я это везде вижу у россиян. Что они так снисходительно, ну что там, мол, Украина, ну что там. Ну, когда это все дело началось, так, я вам скажу, мало не показалось. А как вы вообще узнали о том, что война началась? В 24-е я уже не смогла после фейерверка, там, после этих салютов заснуть. Я включила украинские новости онлайн в наушник. И думаю, ну мне надо хотя бы немножечко подремать, потому что я была тем человеком, который на 4 часа поставил будильник. Очень надеялась, что ничего не будет. Очень надеялась, но ощущение было не из лучших. В общем, в 6 утра ровно диктор сказал, прокидайтесь украинцы. Почалося те, чего мы так сильно боялись. И все. И он начал оглашать города, которые подвергаются сейчас, в данный момент, бомбежке. Киев, Харьков, Сумская область. О, это было что-то, это чувство, я его никогда не забуду. У меня муж не спал тогда. И я просто, я не могу в это поверить, так как сон, не сон, этого не может быть, этого не хочется. Я говорю, он Киев бомбит. У меня муж за игрой сидел ночью, он поворачивается и говорит, он не мог. Я говорю, он бомбит. Это война. Россия инвейдет. Это война в Европе. Российская армия ударила на Украину с трех стран. Это что, что русские украинцы предупреждали украинцы. Марина мне позвонила, дочь моя, с Москвы. Она была в Москве? Да. Была такая тревога, как-то чувствовалась тревога общая. Сразу она говорит, мама, собирайся, собирай сумку. Значит, началась война. Ну, собственно, оно все витало в воздухе, что... Она говорит, на границе танки стоят, на границе стоят тигры с кадыровцами. И уже в обед я со своего окна видела эти танки по нашему центральному проспекту, по новенькому асфальту. Они проследовали, но не проследовали. Они прошли через город и выехали, и встали на окраине города. У нас стояли камеры по всему онлайн, камеры по всему городу, можно было смотреть. Мы всю ночь смотрели, как ехали машины. Мне дочь предупредила, что... Говорит, будь внимательна, потому что в городе нет ни милиции, из органов никого нет, власти никакой нет. Я говорю, что же мне делать? Она говорит, я тебе дам телефон нашего участкового. Я говорю, что он мне поможет? Она говорит, он знает, куда позвонить. Я говорю, хорошо. Военные, часть СБУ, насколько я знаю, насколько мне сообщили, на тот момент уже покинули город, потому что не рассчитывали, что суммы вообще выстоят. Да, то есть кто-то уехал, кто-то из них остался. И когда в 5, по-моему, вечера, да, в 5, ближе к 5 вечера, зашли в город Танки, и я в этот момент была на связи с мамой, она говорит, ой, что-то гремит, пойду посмотрю, что же это такое. И она пробирается в комнату, из которой видно проспект, она смотрит, можно же материться? Конечно. Просто это прямая цитата, которая у меня тоже в голове стоит. Ах ты, сука, по новому асфальту. То есть едут танки. Вот первые час после того, как я узнала, ну, пошла, конечно, собирать рюкзачок. Это утром прямо еще до того, как танки пришли? Да, да, да. Думаю, что же делать, надо собирать. Я позвонила маме, она живет в другой квартире, ей 85 лет. Она только в этом феврале уволилась с работы. Я говорю, мама, ты собери, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Первые ее слова, первая фраза была, как нацию опозорил. Вот я не волновала, что же делать, куда бежать, какие продукты покупать. Вот у нее это было главное, что она понимала сразу, что уже это такой топор прошелся между Украиной и Россией, что неизвестно, когда это рано заживет. Неизвестно. Как-то стали самоорганизовываться люди, особенно молодежь, особенно мужчины. Есть такой район Курский, то есть дорога на Курск. Это спальный район, ну, кто там только не живет, там такой панельками застроенный район. Вышла такая толпа, у кого что было. С трубами, с мачете, у кого мачете были эти самые, эти антикварные какие-то вещи, сабли, мечи. У кого что было, ну, вот это вот, вы были в панораме Полтавской битвы? Нет? Там есть такое оружие, показано оружие партизанской войны. Названия мне понравились. Окочурник-ошарашник. Они поехали дальше. То есть там, то есть выгнали за окраины города, развернулись эти танки и бабахнули, раздолбили два или три дома, я не помню, но семья там погибла, я знаю. Стали доходить разные слухи. Город маленький. Значит, говорит, остановились на околице, а что ж они там делают? Говорит, кушать, кушать просят. Ну, и что, и дали им кушать? Говорит, а что, говорит, когда тебе дуло в хату смотрит, что ты ему не дашь? Были такие случаи, что сливали бензин и шли пешочком в Россию. Были такие случаи. Дай бог им здоровья и мамам им большое спасибо, что они таких нормальных мальчиков воспитали. Ну, были и другие случаи, там, допустим, расстреляли гражданскую машину, там была женщина, трое детей, папа ее, на въезде в город. Значит, раздали оружие в городе. Да. У нас арт-училище открыли, уговорили дядьку такой старой закалки, который заведовал этим складом оружия, уговорили его открыть. Разобрали оружие, даже есть фотография такая. Едет человек на велосипеде, у него пять автоматов. Где-то поехал, нормально такой. Было чем встретить этот раз, а во-вторых, повскрывали пункты стеклотары, делали коктейли на бензоколонках. Давай, давай, забывай, пенопласт. Я к мужему... Я отдала пять коробок синих бутылок. Я их собирала для декора. Вот, не жалею. Ну, новости, новости ж, конечно, смотрели круглосуточно. У нас по телевизору уже объявлялись тревоги, объявлялись. Для нас война – это комендантский час, светомаскировка по вечерам, перебой с теплом, электричеством, связью, водой и помощь защитникам нашего города. А что нам надо? Нам надо было что делать? Я у дочери спрашиваю, говорю, доча, надо что-то делать. Кроме того, что бутылки на запал и тряпки дали, это одно. Там стали просить кремы для рук, потому что холодно. Стали просить что-то какое-то... Печки им стали варить на блокпосты, ежи стали варить. Но Марина мне сказала, говорит, шей носки. Я не люблю ничего выбрасывать. И какая-нибудь кофточка любимая, я ее оставляю, думаю, я потом с нее носочки пошью. Очень просто это за 15 минут можно пошить, это не вязать. Я не понимаю этих мамочек, которые отправляют своих детей на войну. Не понимаю, как это... Бабушки сидят, солдатикам шьют носочки. Так же, собственно, как и я. Но вы же им саван шьете. Вы же им трусы шьете, вы же им шьете саван. Главное, что мне после таких разговоров не ясно, зачем людям нагадили. Причем людям, которые нам так близки и понятны. Очень похожи на наших мам, бабушек, знакомых, коллег. И вот им, таким же, в общем-то, как мы, совершенно без причин взяли и испортили жизнь. Для чего? Жанна жила себе со своей мамой, любила свой город, сажала цветы перед домом и помидоры в огороде. Ездила в гости к дочери в Москву. Говорила в семье, на каком хотела языке. Мечтала поехать на Сахалин, в места детства, на велосипеде кататься. Обычная женщина. И вдруг ей под окно прикатили танк. И второй, и третий. И она вынуждена бутылки своей, декоративные, синие, сдавать, чтобы из них сделали коктейли Молотова для защиты города. Ее дочь должна натягивать на себя пуховик и три свитера и бежать в Израиль, где до этого ни разу не была. А бабушка, 85 лет, ребенок Великой Отечественной войны, вынимает из ушей слуховой аппарат, чтобы не слышать воздушной тревоги и взрывов на окраине города. Это и есть успешно достигнутые цели спецоперации? В чем же они были-то? Россия опозорена. Зато получилось разрушить спокойные жизни обычных людей. Миллионы жизней. Наш военный этот командир, он каждый день делал репортаж, что там, как там, что там, где. Вот, что мы стоим, держим оборону и так далее. Нас это успокаивало. Мы были полтора месяца в окружении, не в оккупации. А, то есть город так и не взяли. Не взяли. Не взяли. Не взяли. А говорят, там партизаны были люди, которые... Партизанов... Лично мой друг. В Афгане он был. Он чуть младше меня. Он гонял их по лесам. Страшно было. В магазинах все исчезло. А в каком смысле гонял? Как это происходило? Пример. Это его рассказ. Это не я, не свидетель. У него в районе много всяких друзей, вот где там грибное место, там где так что-то такое вот у него. Звонит ему один друг и говорит, слушай, тут, говорит, два танка, говорит, задолбали. Наставили дуло на этот самый. И требуют. Или самогон они требовали. Или что-то они требовали. А он говорит, сейчас я приеду. Садятся ребята в машину. Берут, что надо, в багажник. Ну и что, и отогнали. Не знаю, как там разбомбили, их не разбомбили, но отогнали. Те уехали. Подумали, что лучше не связываться. Таки да, лучше не связываться. А вы собрались, но не уехали, остались тогда? Нет, я не собиралась уезжать. Не собирались? Нет. Вы сказали, что собрали рюкзак? Нет, я собрала рюкзак. Это на случай воздушной тревоги. А. Все ценное. А вот мы оборудовали у себя в подвале убежище. Дайте вернемся к февралю-марту. Город в окружении, и вы остались. Вы оставались еще и после того, как ушли, и еще много месяцев после. Да, да. Как вот менялась жизнь ваша в процессе, в окружении, когда был город? Как она отличалась от, допустим, того времени, когда после? Как это выглядело? Как это ощущалось изнутри? В первые дни войны я вспомнила все свои знания по гражданской обороне. Это было уже все по-настоящему. Люди очень сплотились. Те, кто не разговаривал с друг другом годами, стали разговаривать друг другу, помогать. Особенно мы старались помогать тем людям, у которых были дети. Потому что с детьми, конечно, на войне еще сложнее. Так ты зависишь сам от себя, а с детьми сложнее. Как-то в первые дни вообще о деньгах не думалось. Что мы можем, допустим, что не будет что кушать. Об этом не думали. Думали только как бы так, чтобы русские танки не зашли и не начали громить у нас тут все. Их, собственно, никто не приглашал. Привозили в город молоко. Просто раздавали людям. Просто раздавали хлеб. Без денег. Соседи как-то делились друг с другом со своих подвалов. Там картошка, лук, там что там было. Честно говоря, вот как-то, ну ничего не было жалко. Мы отдавали матрасы, одеяло на блокпосты, потому что было холодно. Им надо было стоять там. Такое удивление с первых дней потом перешло на какую-то ярость, ненависть, я не знаю. Вот. Так что зря они пошли на Украину. У нас очень крупная была птицефабрика. И когда разобрали курей по домам, не знали, что с ними делать. Ну вот, это была такая детям забава. Куры эти еще неслись. Вот, с них польза была. Вот какое-то переключение внимания. Ну, естественно, в школу уж никто не ходил. У меня есть знакомый, который был одним из тех людей, которые взяли курей. И у него маленький сын. И тот же знакомый сказал потом, ну, первые дни, недели, первый месяц, когда они с ребенком спускались в подвал, когда вот с этими курицами. И, говорит, я не знаю, что мне ответить сыну. Первый раз в жизни он мне задал вопрос, на который я не могу ему ответить. Говорит, папа, нас пришли убивать. Я, говорит, я не знаю, что мне ответить ему. То есть, ни да, ни нет, что ему сказать. Каждый раз, когда я завешивала эти окна, иногда так смотришь в дырочку, коптеры летают. Набираешь телефон, говоришь, летают коптеры. Они говорят, это наши коптеры. Тероборона. Это наши коптеры. Хорошо. Была такая шутка у нас, что пора уже, ребята, домой, потому что у нас, мы как огороды покопаем, мы вас по копанному не пустим уже. Уже тогда будем убивать тут на месте. Ну, выходили они, вышли. Когда вышли, выехали, у нас там есть в одном районе мост, как раз по мосту граница. И вот выезжает колонна. Выехали, и последний танк разворачивается, и по мосту как хотел. Ну, с одной стороны, конечно, мост жалко, а с другой стороны, думаем, ну, значит, ну, возвращаться по этому мосту, и слава богу. Слушайте, а вот тогда российская пропаганда вещала, что ждут, что кто-то там есть в Украине, кто рад этому. Вы таких людей вообще слышали о таких? Такие люди быстро поменяли... Они поняли вообще, что такое Россия, что такое ее армия вообще, что это все гнилое. Ну, это, скорее всего, те люди, у которых еще есть память про Советский Союз. У меня тоже есть память про Советский Союз. Хорошая память. Дело в том, что Путин соскреб с Советского Союза всю плесень, какая была. А хорошего я ничего не взял. А вот вы сказали, зеленые коридоры были. Вам за это время не хотелось по этому зеленому коридору тоже уехать? Тем более у вас право на репатриацию. Мы в Израиле сейчас с вами снимаем это. Значит, я тебе скажу так. 15 марта моя дочь прилетела в Израиль за Москвой. Слава Богу, что она это сделала, прилетела. Вот, ее не пускали даже на самолет. Да. Да, потому что она одна была с синим паспортом. Значит, мы переживали очень. С синим с украинским паспортом. Да, да. Она не приняла гражданство России. А вот, хотя они 10 лет в браке. Значит, когда я маме своей сказала, говорю, мама, говорю, Марина в Израиле. Она расплакалась. Говорит, ну теперь помирать можно. Я говорю, не, не, подожди. Говорит, дождемся, когда Путин сдохнет. Тогда уже мы это самое, подумаем над этим вопросом. Чемоданы я собрала, знаешь, как собрать всю жизнь в две сумки. Я собрала в основном инструменты. Это швейная машинка, тату-машинки, спицы вязальные. То есть у меня было двое носков, двое трусов. Рабочий инструмент. Да, теплые вещи я везла на себе. Техника, какая у меня была, фотоаппарат, там, не суть. И уже находясь в самолете, когда мы взлетели, я уже расплакалась. То есть я понимаю, я знаю все, что делает самолет. Когда он набирает скорость, когда он получает разрешение на взлет, когда разгон, когда точка невозврата. Я это все чувствую. Я понимаю, все, я оторвалась от этой земли. Все, у меня счастье. Да, следующий этап, это, конечно, забрать мужа из России. Потому что мы предполагали, что будет или мобилизация, или добровольная, или насильная. И мы не знали. Вот война закончится когда-нибудь на нашем веку, очевидно, с тобой. Надеюсь. Произойдет, да. Ты планируешься возвращаться в Украину после этого? Или планируешь уже жить тут, оставаться? Пока что, пока что. Единственное место, где мы с мужем можем жить вместе, это Израиль. Он гражданин России? Да. А я гражданка Украины. Поэтому в Украине ему не жить, а мне не жить в России. Ну, а у них, конечно, ситуация такая. Он россиянин, она украинка. Им где жить? В Израиль. Господь их направил сюда. Сколько мама не говорила, ну вот так вот. Такой волшебный пендаль. Получился. Значит, ну, во-первых, мне за себя бояться нечего. У меня там мама. Восемьдесят пять лет. Она еще тогда работала. Слава богу, я ее говорила, потому что она работала в театре. И с театра иногда идут в десять часов вечера. По гололеду зимой и все-таки человек не пионерского возраста. Вот. Вот поэтому мне легче было там. Вот. Я не боялась. А сюда я приехала, когда уже огороды кончились. А вот уже Новый год скоро. Дочь очень хотела, чтобы я приехала. Я чувствовала, что я ей нужна. Мы с ней иногда и поругаемся. И вот я ей там... Она мне говорит, не надоедай там. Или что-нибудь такое. Но я чувствую, что она хочет, чтобы я была рядом. Просто, чтобы была рядом. Слава богу, что у нас бабушка такая, что самостоятельная. Что я ее могу оставить. И дочери внимание оказать. А чем вы здесь вот сейчас занимаетесь? Когда... Ну, просто вот повседневная жизнь. К девятому классу пришел вопрос. А дальше-то что? Куда? На кого поступать? Кем быть? Решили быть просто художником, поступать на художника. И по итогу я художник-преподаватель с правом преподавания младших классов. Как к татуровке пришла? Мне было лет 10. Ну и, собственно, какое у тебя развлечение, когда ты ребенок летом? И попадает в руки фломастер. Ты начинаешь рисовать на себе, на друзьях. В Москве я работала на стройке, как ни странно. Я строила Крокус Океанариум, была художником. Все декорации, которые в Океанариуме внутри, это вот мы красили. То есть то, что вам кажется, что это песок, это вот мы делаем. Это не песок, это только кажется. То, что кажется земля, это не земля, это тоже кажется. Это наша работа покрасить так, чтобы казалось, что это земля. То есть, да, работа в плане творчества, там такой нету. Я делаю всякие декоративные штуки. Здесь такая красивая, вот природа такая красивая. Тут есть такие деревья, у которых семена, как утиные клювики. Вот, я уже сделала такого утеночка. Вот, ну мне интересно все это. Смотрите, какие красивые. Господи, как велик Господь, что Он такую красоту создал. Как же это можно было все придумать? Сейчас мы эту красоту вынули из моря. Сейчас мы ее подарим людям. Надо сначала все скомпоновать, а потом поприклеивать. Что вы думаете делать дальше? Да, да, да. А вот, а я говорю, не знаю. Вот, все будет зависеть от многих-многих обстоятельств. Что бы нам еще сюда, водички нам сюда надо добавить для живости. Так, сейчас водичку мы приклеим. Так, какое-нибудь, что-нибудь такое блестящее. Вот так будет красиво. И вот так будет красиво. Ну что, можно греть теперь пистолет и клеить. Вот о ситуации, которая там происходит. Вы откуда получаете информацию, что смотрите? Вы сказали, мы до того, как начали, что вы мои ролики смотрите. А еще что? Я смотрю всех. Значит, я смотрю наше телевидение. Украинское? Украинское. Показывают тут? А сетеви, я по телефону все смотрю. А, по телефону, ага. То есть тут... И онлайн есть. Что в телевизоре российское есть? С удовольствием смотрю российское. Не так часто. Смотрю российское, особенно 60 минут. А вот Оля. Да, господи. Дай бог здоровья, когда она уйдет с этой работы, когда она вообще поймет, кто она такая. Наверное, никогда не поймет. Вы про Скобееву имеете в виду? Да. Я к тому, что попадается иногда в ленте. Ну, я просматриваю. А вы сказали, вот дочь у вас замужем за россиянином, и они сейчас сюда приехали. Да. Ну, и вы, конечно, общаетесь с зятем. Конечно. И как вот у вас проходит с ним общение? То есть нет ли каких-то проблем у вас? У меня зять ВО. И в то же время россияне говорят, мы так любим Украину, там так нас хорошо встречали, мы любим украинцев. Есть такая поговорка, любил волк кобылу, оставил хвост до гриву. Вот это, наверное, наш случай. Капусточку порежем, потом ее чуть-чуть отварим, забланшируем. Вот, а потом на сливочном маслечке поджарим. И будет вкусная, полезная вещь. Дочь у меня такого не сильно любит, а зять уважает. Слава Богу. Повезло. Слава тебе, Господи. Так что с этим все в порядке. Вот, и немало таких людей я знаю в России, которые тоже понимают, что это идиотизм. Зачем? Вопрос самый первый. Зачем? Вот такой большой вопрос. Конечно. Зачем? Нет ответа, причем ни у кого на это. Ни у кого. И у Путина тоже. Конечно, нет никакой официальной причины. А если бы вы, ну, например, могли обратиться бы к россиянам, вот они бы увидели, что бы вы сказали? А что им сказать? Дело в том, что вас смотрят адекватные. Я надеюсь. Ну, да. Или они пока смотрят, становятся в процессе. Я такую себя считаю, я смотрю. Если вас смотрят адекватные, я думаю, они найдут способ, как донести до всех остальных, чтобы женщины не пускали своих мужчин на войну. Ну, кто к нам с мечом придет, а Россия к нам пришла. С мечом, с войной пришла нас убивать. Ну, а окончание вы знаете. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. В эту серию роликов мы будем делать некоммерческие интеграции. В каждой по одной. Уже полтора года идет война, и в одной лишь Польше по итогам 22-го года находится почти миллион беженцев. Их обеспечением занимаются преимущественно некоммерческие организации. В том числе благотворительный фонд при общине Хаббат-Любавич. Я уже говорил о нем раньше у нас на канале. Сейчас Хаббат организовывает рекреационные двухнедельные лагеря для еврейских беженцев из Украины. В рамках программы дети вместе с родителями живут в хорошем отеле, питаются качественной едой, занимаются творчеством, посещают лекции и ходят на массаж. Ну и читают Тору. Это две недели настоящего отдыха, когда и дети, и взрослые могут забыть о проблемах. О взрывах, об экстренном переезде. И просто расслабиться. Вы можете поддержать проект, сделав пожертвование по ссылке в описании. Чем больше средств удастся собрать, тем больше участников сможет принять программу. Знаете, как этот «Покровские ворота»? Кстати, один из немногих фильмов, которые сейчас можно смотреть. Я как встал с утра за дрель, да, ну и делай, что тебе говорят. Есть, конечно, что подделать. Там полы и прочие. Я как утром встал сразу за дрель. Льву там тоже очень понравится. То есть Россия делает то, что ей говорят. Сказали, начинается война, отправляйте мальчиков на убой. Ну есть же ж, высший начальник. Он же ж говорит другое. Он дал десять заповедей. Ну так будем в общем говорить. У кого поскольку. Вот. И там все сказано. Ну, в России нерелигиозные совсем люди-то не верят ни во что. А уж тем более в Бога. Это же все такое. У нас совершенно не так относятся к вере. Вот так что это не только соблюдение праздников. Это какая-то боязнь. Боязнь сделать то, что неправильно. Потому что оно там зачтется. И деткам зачтется. Вот. Так что там. Это вот этот начальник сказал идти умирать. А тут начальник говорит. Не убивай. Не кради и не завидуй. Угу. Вот. Так что какого мы будем слушаться начальника? Субтитры создавал DimaTorzok